Те, кто жадны на похвалу, бедны заслугами. Для тебя, Даша, в сегодняшнем видео я продолжаю рассказать о своем родословном. Буду говорить о собственном дедушке, по отцовской лени, Лопатин, Леонтья Игоревича. Сначала я хочу похвастаться. Мне сегодня радость. Пришло свидетельство смерти моего прадедушки, 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 Трофима Иосифовича. И самая интересная девушка, которая его выдавала в ЗАГСе, тоже Трофима. И ее род тоже откуда-то оттуда, то есть ее род из Игринского района. А мой из Краснотуранского, но это совсем рядом. И, ну, они как родственники, но, как бы, выяснить не представляется за мной, потому что она не испытывает интереса, но я что-то уже не о том сейчас говорю. Дедушку считают такой темной лошадкой, потому что у меня есть несколько, как к нему, вопросов по его судьбе, по его истории. И родился он в селе Шерепово, ныне это город уже. И одна только дата его рождения уже вызывает у меня вопрос. Дело в том, что он всегда праздновал очень красивое число, и говорил, что он родился 12-12-12. То есть 12 декабря 1912 года. Каково же было... Это, кстати, число стоит на себе документах, на его памятнике, и всю жизнь он праздновал именно эту дату. Каково же было мое удивление, представьте его, когда я получила, запрашивала в архиве данные его рождения, мне было все известно, просто я хотела узнать имена родителей его, и увидела дату 21 января 1913 года. Ну, допустим, что в метрической книге о рождении, бракосочетаниях и смертях священник неправильно указал дату при крещении ребенка. Такое возможно. Священник тоже человек, человеческий фактор. Я неоднократно встречалась с такими случаями, ошибочными записей. Ну, допустим. Однако ставим в покое дату рождения и пойдем дальше. Когда вырос, дедушка переехал в село Ужур, ныне это тоже город. На заработки он стал кондуктором товарного поезда, ни пассажирского, ни куда идти. И когда началась война, его призвали, он сохранил этот статус, только сделал не что-нибудь, а военные всякости. У него и медали были, к сожалению, не могу показать, и они были украдены, если я ничего не путаю. И у нас в доме до сих пор хранятся удостоверения к этим медалям. В Ужуре он познакомился со своей будущей женой, бабой Дуси. Их свели общие знакомые, она работала в детском садике. После замужества оставила работу, сконцентрировалась на хозяйстве. И вот еще один момент. Их общий, самый старший ребенок родился в 1939 году. А их второй ребенок, дядя Витя, родился 25 января 1948 года. А поженились они, я вот сейчас даже держу в руках свидетельства о браке, 24 февраля 1948 года. То есть через месяц и один день после рождения второго ребенка. Хм... Ну, вы знаете, и на это есть у меня ответ не ответ. Лежала я год назад в больнице, и со мной в платье лежала папа Саша. Она где-то 20-го года рождения там с копеечками. И она сказала, что для тех времен, особенно для таких населенных пунктов, которые не мегаполис, было достаточно харчевное такое поведение, что женились через десятилетие после рождения детей. Если вообще женились, ну, допустим, опять же. Идем дальше. Из пятерых детей, из выживших пятерых детей, потому что несколько умерло в младенчестве, у двоих или троих, я все время путаю, отчество Леонидович. То есть помню, да, что дедушку зовут Леонти, отчество Леонидович. В принципе, похоже. Опять же, в ЗАГСе при записи, при выписке акта записи о рождении ребенка могли указать ошибочное отчество. Оба раза. Ну, допустим, допустим, что ошиблись. Вы считаете ошибки? Собственно, на этом у меня вопросы к дедушке закончились. И я, собственно, подхожу к концу. Хочу только подновить, что у дедушки с моим отцом была просто мистическая, особо тесная связь, обоюдная, взаимная. И дедушка даже года не прожил после смерти папы. То есть папа в иновре 95-го ушел, а дедушка в ноябре. Вот так вот. Ну и чтобы не заканчивать на грустной ноте, хочу сказать про забавный случай, когда я была маленькой, мы приехали в дню рождения у дедушки, дней на пять. Когда я родился в декабре, если вы помните, в Жорли очень холодные зимы. Очень холодные, там сугробы по пояс, там минус 30, самый мягкий климат. Это не знаю, как сейчас, но тогда было так. И полночь поезд уезжает именно, там что-то близко к 12 ночи, то есть еще более холодно. Да, мы собираемся уезжать уже в Абакан. И тут выясняется, что дедушка спрятал мою шапку. Но ребенка же нельзя в такой холод волочить на вокзал без головного зимнего убора. Значит, тогда половина семьи кинулась выяснять, упрашивать дедушку, чтобы он вернул шапку мне. Другая половина кинулась искать саму шапку. Ужнюю помню. Сам дедушка дал, ее нашли, но на поезд мы успели и домой вернулись. Вовремя. У меня там все. Берегите память о своих близких и до скорых встреч. Продолжение следует... Продолжение следует...